Я вам объясню, что произошло самой красивой женщиной планеты, которая является на сегодня Анжелина Джоли. И вдруг вот эта вот серая моль, которой всё слилось, и доводы разные, да. Смотрите, почему я радуюсь такой ситуации, что есть такой яркий пример, потому что сейчас очень многие молодые стилисты, известные стилисты, стилисты, которые с большим вроде бы как опытом, и очень часто говорят, я слышу такую фразу, что на самом деле все цвета подходят каждому человеку, то есть можно носить всё, да. Вот как я только слышу эту фразу от профессионала, я закрываю страницу такого стилиста и понимаю, что это не то что миф, это грубая ошибка, которую профессионал проецирует на общество, да. То есть мы наслушались как того же Васильева, как тоже Хромченко, да, то есть там запреты, там запреты. И вот эта вот фраза, что каждому идут все цвета, это ложь, обман и это карма. Почему? Потому что у нас, у каждого есть свои природные данные. И мы все разные, и поэтому нам не могут подходить все цвета одинаково друг к другу. Тогда бы мы были все на одно лицо, но мы все индивидуальны. Вот на программе у меня по преображению девочки об этом начинают изучать с самого начала, с самого первого модуля, потому что они знают, что это самое важное. Вот цвет – это то, что считывает человек со стороны, да. То есть то, как мы выглядим, зависит от того, какой цвет мы носим. А цвет мы носим на волосах, макияжем, одежда, аксессуары. Все, что нас окружает, все, что нас, скажем так, наши природные данные волакивает, в первую очередь это цвет. То есть так построен человеческий глаз, что он воспринимает сначала цветом, потом формой. И вот как раз-таки мои ученицы сейчас они не сделают вот такую вот большую грубую ошибку, которую сделала Джали. Что произошло? Во-первых, сразу, да, то есть это тоже состояние у многих именно возрастных женщин. Мы начинаем взрослеть, да, у нас начинаются различные биологические изменения. И первое, показатель того, что мы становимся старше – это наша седина. Вот с этим я столкнулась, я сталкиваюсь с этим постоянно. И первое, что на моей программе задают вопрос, это «А что делать с сединой?» Да, притом седина – это не обязательно показатель старости, да, то есть и в молодом возрасте может появиться седина. Но чем старше мы становимся, тем седины все больше и больше. И я прекрасно понимаю ту же Джилин Джоли, которая седых волос становится все больше и больше. Это возраст. То есть, как написала одна блогер, что неужели такой страшный образ – это от того, что, ну, как бы к старости, да, то есть, скажем так, чем старше мы становимся, тем хуже мы выглядим. Да, тоже вот бред, вот бред самый настоящий. Дело в том, что понимание всех женщин, что если седина на волосах, а процент седины бывает разный, то если по природе я имею темные волосы, я сейчас их обесцвечу, то есть уйду в более блонд, да, то есть более светлый цвет, эту седину будет меньше видно. Но никто не учитывает свои природные данные. Дело в том, что природу не обманешь. И вот кардинально менять, если меняется человек, то он становится невидимкой. То есть в данном случае нарушены все природные данные Анжелины Джоли. Ее основная природная фишка – это контраст. Как только она нарушает контраст своих природных данных, она становится блеклой, она становится незаметной, она становится молью, что и произошло. То есть если посмотреть на вторую картинку, где явный контраст ее природных данных, а это кожа с волосами, это белок со зрачком, да, то есть она построена на контрасте, и этот контраст нарушать ни в коем случае нельзя. Чем ярче, чем чище у нее цвета вокруг лица, тем ярче она выглядит. Почему использование, скажем так, алых губ, да, то есть яркости на лице, ее черты становятся еще ярче. А то, в каком образе она вышла на кинофестивале, став блеклой, то есть в первую очередь она убрала свою природную фишку, то, что ее отличало от всех остальных, да, то есть то, что ее подчеркивало именно кожу, глаза, волосы, это ее контраст. Она его убирает за счет осветления волос, и мало того, еще и естественно, что мы делаем? Мы одежду подбираем под цвет волос, который у нас на сегодня есть. И что получилось? Контраст исчез, все слилось в такую бежевую массу, и где Анжелина Джоли? Ее просто не видно. То есть это действительно серая мышь или моль, как назвала ее Ксения Собчак. Вот. Поэтому я думаю, что она долго не задержится в этих красках, потому что это будет ее гнобить, она будет смотреть на себя в зеркало и видеть, то есть если у нее желание было помолодеть за счет блонда, как многие, кстати, из вас думают, что если у вас блонд, то вы стали моложе. Нет, моложе женщина, да и мужчина будет только тогда, когда он грамотно и умело подчеркивает свои природные данные и меняется в рамках тех цветов и красок, которые ему идеально подходят. Но нужно знать эти цвета и нужно уметь отличать один цвет от другого. Поэтому возраст не скроешь за белыми волосами, за блондом, если он тебе не подходит по твоей генетике. И пример как раз-таки то, что мы видим, то, о чем я говорю. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, как на сегодня выглядит Анджелина Джоли. Но для меня это как раз-таки еще та, не то что подсказка, а тот восклицательный знак, о котором я и говорю в своем методе, авторском методе по преображению, когда мы четко определяем в первую очередь свои природные данные, свой цветовой тип, когда мы умеем и разбираемся, а какой цвет мне подходит, цвет в волосах, в цвет одежде, даже в косметике. Девочки, цвет, то есть косметика имеет точно так же определенный цвет, та же пудра, та же тональная основа. И это все должно подходить именно под ваш цветовой тип, а не просто то, что я могу купить по возможности, или то, что на сегодня предлагают блогеры или еще что-то. То есть когда мы знаем, когда мы владеем информацией, мы эту информацию перекладываем, перекидываем на себя. Потому что задача подчеркнуть свои природные данные, а не быть в тренде, если на сегодня мода диктует именно эти цвета. То есть задача выбрать из тех красок и цветов, которые диктуют нам мода, выбрать то, что идет именно мне. То есть модно то, что идет мне, а не то, что говорят везде и всюду. Поэтому ваше мнение по поводу таких кардинальных перемен самой красивой женщины на планете Земля.